Итак, поговорим немного о понравившихся мне так называемых переводах, переборах руками. Есть ли в карате что-то похожее? На первый взгляд нет. Естественно, речь идет о защите, поэтому вспомним, как выглядят простейшие базовые каратистские блоки. Техника может быть малой или большой, условно говоря. Если это гидан барай, то короткий вариант может выглядеть так, как делается в Шитарю или Соренрю в некоторых других стилях. Или амплитуда может быть чуть больше, например, такой. Или еще больше, например, такой. Или этот блок может выглядеть даже вот так. То есть с участием второй руки, когда вторая рука подводится под центр. Ну и в таком случае, если это короткое движение, то, в общем-то, вроде бы понятно, что этот блок есть блок не более того. Если же возникают какие-то дополнительные движения, чрезмерно большие замахи или перекрещивание рук, тут стоит подумать о том, что же это может быть, если это не просто так придумано. Это мы рассмотрели на примере гидан барай, на примере йоклоке или учиоке. Тоже техника может быть короткой, длинный с большим замахом или даже такой. Ну и тут, опять же, возникает вопрос, что бы это могло быть? А почему бы не те же самые переводы, переводы, переборы? Давайте взглянем, как это может выглядеть. Ну, давайте посмотрим на примере гидан барай. Первое движение, когда рука подводится по центру, может выглядеть как нину удуоке. И затем блок. Нексуки. Теперь посмотрим, как это может выглядеть на примере йоклоке. Йоклоке. Ну, понятно, что при таком варианте исполнения закольцевать эти техники уже не составляют большого труда, что мы посмотрим, попробуем посмотреть на примере мава шиуке. Мава шиуке, который в кёку шинкай иногда выглядит вот так, соответственно, с другой стороны так же. Может выполняться в традиционных, старых школах гораздо скромнее и короче. Как-то так. Или, возможно, какие-то средние варианты выполнения. Мава шиуке. Простой бумкай. Выглядит так. Во всяком случае, по стилю шигарю. Йоклоке чудан. А мы сейчас попробуем закольцевать. Таким образом получается достаточно интересное упражнение, которое уже прямую соответствует переборам руками. Мава шиуке очень интересное движение само по себе. В следующей статье, в следующем выпуске попробуем разобраться в том, какие еще интересные варианты существуют.